О-о-о, Вася посмотрел на славя, она начала раздеваться, ох, опять контентище пошло, слушай, у нас уже было это в ранних сериях, Лёша, ты начинаешь повторяться, может быть пора сократить мод, ну просто, ты начинаешь повторяться. Darkdenova.online, это офлайн активация игр, моментальная доставка после оплаты через систему оплата.инфо, купил, активировал и играешь, надёжный сервис с реальными отзывами, darkdenova.online. Ля, пошла ваша музыка, ваш любимый Моторлэй, Васинолето, лучший мод, кстати, Райан Рейдс мой любимый актёр, у вас какой любимый, вот у меня Райан Рейдс и Киану Ривз, просто два топа актера, готов смотреть любое дерьмо с ними, любой самый хуёвый фильм с этими двумя становится топовым, интересно, а есть вы, где они снялись, да, мне, наверное, нету, а я бы хотел такое посмотреть, кстати, подрубил анимальный телевизор с ноутбука, потому что телефон Барни сгрыз экран, он не отзывается больше, он не отвечает мне, а знаете, на что вы можете ответить? На ссылку в Телеграме, ссылка в Телеграме в описании, там я выкладываю всегда ссылку на видео раньше, чем Ютуб, потому что многие жалуются, что уведомления от Ютуба не приходят, а в Телеграме всё приходит всегда, и я голый, хватит болтать. Умри. Что это? Твою мать, он превратился в аниме? Анимешники? Поднять щиты? А, это кто? Это мой новый друг Алёк. Будо, распепели Васю. Будо? Почему его зовут Будо? Есть. Вася убежал. Yes, I can. Ну, Вася убежал, а я остался, так что я тебя, я тебя пизды вставлю. Советую тебе поторопить Орлика. Чего, блин? Ну, я очень сильное безумие источаю сейчас, и Лена на него начала отвлекаться, если ты не успеешь ещё её спасти, она сойдёт с ума. Я думал, она, типа, захочет жёстко ипаться, ну, кекс. Потому что, ну, ну, понимаете, как бы Лена безумия, она же безумная, просто она это скрывает. Ёманная мразь, Райан, я доберусь до себя когда-нибудь. Где же ты, Лена? Лена, 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 Лена! Постой, а то есть Райан не будет посылать своего Буду за нами, чтобы там охотился, нас убивал? А знаете, зачем я вас пошёл? За кнопкой лайка нужно её разъебать. Разъеби кнопку лайка. Разъеби кнопку лайка, писю вырастет на один см. Славя, где Лена, блядь? Чего? Лена, Алексей, лицо Алексея источало ужас. Источало ужас. Слово источало уже дважды встречается, он мне нравится, но, по-моему, это слишком много. А на библиотеке, а что случилось? Потом. Потом. Орлы, я, если что, вообще не выспался, я... Или вы... Я не знаю, как я себя сейчас чувствую, я даже не понял. Вот тут кит ходит, а я ничего не понимаю, что происходит вообще в этой жизни. Так вот, я... Чё-то у меня зуб жестко болел. Я уснул в два ночи, смотрел про то, что будет, если на Венеру без скафандра телепортироваться. Ну, то есть, интересный контент. Познавательный. И полезный в жизни. А то, мало ли, телепортируют на Венеру, и типа, чё со мной будет? Ну, ничего хорошего. Там просто моментальная смерть произойдёт. Смерть произойдёт моментально. А потом, а потом я что, я пытался спать, меня разбудил боль в зубы, я два часа танцевал, флексил по комнате, отошло, и потом спал чуть-чуть. И мне почему-то снилось, что я штурмую Белый дом. Я не знаю, почему мне это снилось. Причём в Белом доме жил Гитлер. И я штурмовал Белый дом, чтобы убить Гитлера. Ну, американский Белый дом. Это пиздец, как пиздец, как я сны сняться. Что происходит? В сторону. Лена! А, на своей тайной комнате Гарри Поттера. Я не могу поддаваться. Моё безумие выходит. Лёша, отсоси мне. Началось. Я всех заражу. Прости меня. Он врезал Леню со всей силы. Всё это произошло. Водитель? Я хотел предупредить, но меня Адам остановил. Потом поговорим. Отнеси Лену в машину. Хорошо. Вася, ты где? Постой, опять Вася ещё чернолицей. Похоже, этот слабак нужен был, чтобы нас отвлечь. Как-то смог его победить. В барной стойке было ружьё водителя. Что будем теперь делать? Мы в жопе. Райан хочет нас въебать. Потом лагерь себе забрать. Всех девок затрахать. Ну, это мы уже знаем. Спасибо за повторение информации. Мы можем, пока не волноваться. Он ещё часть защиты не нашёл. Потому что часть защиты... А была защита ещё какая-то? А где она? Почему я её не вижу? Мы как бы тоже. Пошли лучше в машину обратно. Пошли в зад, так сказать. Как Лена. Очень плохо. Разум же подался безумием. Дай телефон. Я позвоню Пете. Я позвоню Пепе. А он поможет? Пепе. Давний проект Василия Молчанова. Идея была в том, чтобы попытаться из тупого человека сделать умным гением. Как говорил Вася, это могло бы лучше понять разум человека. А почему вот тупого человека? Может, сразу из обезьяны? Давай сразу из обезьяны умного человека делать? Если получится, я уверен, что Нобелевская премия мира или премия Дарвина будет точно в наших руках. Опять гейский кофе пьют чисто для гейков, потому что очень сладкие орлы. Всё время наливаю себе сиропа так, как будто готовлю расчехлять свой глаз шоколадный. Первым подопытным стал очень тупой бомж с улицы. А то что, Денис из современного Савёнка? К концу эксп... Ладно, хорошо, он не тупой. К концу экспириенса Петя стал самым умным человеком на земле. А Барри Аллен стал самым быстрым человеком на земле. Интересно, новые серии Флэша когда-нибудь выйдут? Сейчас же корона. Вася не стал продолжать опыты, так как боялся, что люди могут воспользоваться умом в плохих целях. Сейчас Петя ничем не занимается, так как не хочет вмешиваться в хоторе реальности. Ладно, звони давай. Что вам нужно от меня? Спрайт не нашёл. Окей. Ты как сюда попал? Мы же тебе хотели позвонить сейчас. Во-первых, я слежу за каждым вашим шагом и шагом Райана. Так что догадался. Второе, Алексей не спрашивай меня о том, как я сюда попал, так как всё равно твоего разума не хватит, чтобы понять, как работает Савёнок. Фокин ди... И ты не скажешь нам, что надо делать? Лена обезумела, ей надо вправить мозги. Дайте мне пять минут. Спустя пять минут. Кстати, голос у Пети меняется, потому что он очень умён, и он может менять тембр своего голоса буквально на ходу. Спустя пять минут. Лёша, привет, я уже в порядке. Постой, а как он про... Самое интересное мы не увидели. Кстати, возможно, так как обычно, тянки, когда злые, это значит, что они хотят кекс. Возможно, Петя трахнул Лену, и она стала доброй. Но это, блин, мог сделать и Лёша. Лёша, ты отдал свою Лену на растерзание какому-то гею. Ой, то есть гению. С ней точно всё хорошо? Я никогда не ошибаюсь. Можешь не волноваться за неё? Удачи вам? С этим разобрались. Водитель, собираю всех девок здесь. Пора им всё рассказать. Всех пожилых тян. Все собрались? Твою мать. Алиса, Славя, Лена, Мику и какой-то человек. А в чём дело? Ну, наверное, это как-то связано с тем, что Алексей сегодня был жуткий очень. Слушайте меня внимательно. Это всё будет не шутка. Тем более, вы сейчас в комнате, которая находится в машине. Поэтому вы понимаете, что я серьёзно. Ну да, слушай, когда ты в комнате, которая в машине находится, такой личный бункер. Да, просто нас сюда бы не позвали. Начну. Моё имя Василий Молчанов. Это Алексей Кирпичёв. Я Эльжигер гений механики. Ещё я учёность. И учёный, как говорится, учёный охуеть рачёный. Всю свою жизнь я изучал науку, чтобы создать устройство, которое может воплощать ваши фантазии. Так, почему ни одна фантазия ещё в жизни не воплотилась? За многие годы я до этого не смог дойти. И там мне пришло прозрение, что надо это устройство просто откопать, найти в останках первой цивилизации. Отсылка на Assassin's Creed сейчас была. Я это уже слышала. Но что это значит? Откуда она это слышала? Так вот, ваш мир нереальный. Все застыли. А мне кажется, они сейчас скажут, что мы это знали, чел. Мы просто прикалываем. Мы типа рофлили на тебя. Мы вообще все косплещицы. А нет, они это все буквально восприняли. Чего? Вас совсем показал чёрный куб. Похоже на кубик Рубик 4х4. Похоже на внедорожник Нурминского 4х4. Валим, валим на хелике. Валим на хеликоптере. Я нашёл этот артефакт. Я называю его Куб Хуяма. Он и создал этот мир. Музыка, кстати, приятная. Мне нравится такая, знаешь, как будто мы на дискотеке. А не драма происходит какая-то. Точнее я. Кто это? Моё имя Адам. Я создатель всей этой киновселенной Марвел. Мой разум находится в кубе. Именно с помощью моего воображения. Вся эта реальность сделана. Не волнуйтесь. У вас есть эмоции и чувства. Поэтому реально очень написано, конечно. Да, гениально. Так вот, Орлы, кстати, насчёт чёрного экрана. Он там так и был. Я не вырезал ничего. То, что вот Алексей Кирпичёв у нас написал кекс в прошлой серии. Так и было, так и было. Я просто текст убрал, чтобы Ютуб не жаловался. И знаете, что мне даже зелёный значок на это видео поставили? Типа ничего страшного не происходит. То есть, понимаете, скрыл текст. Админ Ютуба не может прочитать, чтобы оригинально там за кекс был. Я всё так зацензурил, что Ютуб признал, что да, нормально. Есть какие-то там разговоры про какой-то там, как бы кекс. Но ничего же не происходит такого, правильно? Экран чёрный, тексты не видно. Ютуб одобрил видео. Ютуб сказал, сказал, yes, I can. И всё сразу стало хорошо. Поэтому да. Это не я зацензурил, это так и было. И, Орлы, мне нужны топовые комментарии. Самые лучшие комментарии попадут в следующее видео. Просто в последнее время такая проблема есть, что топовых комментариев мало. Нужно что-то делать. Мне не с чего кекать. Не волнуйтесь, у вас есть эмоции и чувства. Поэтому вы реальные очень. Но суть не в этом, да, Вася? Суть в том, что когда я активировал этот кубик, впервые увидев этот мир, я познакомился с Райаном Рейнольдсом, то есть Фениксом. Как он сам это сказал. Адам должен был быть полным идеалом, без всяких греховных желаний. Типа идеальная копия человека. То есть... Иисус от мира был. Но создатели знали, что надо непознать умные желания поэльца. Но так всегда бывает. Это как, знаешь, как Адам из Библии, он яблоко же съел в итоге. То есть его змею-кота соблазнила, пожилая. Ведь жажда все равно возьмет свою. Поэтому они просто создали темную половину Эдама. И, кстати, есть сыр Эдам. Интересно, это отсылка или нет? Что получилось раньше? А тут мод либо сыр? То есть Адам это чисто интеллигент. Интеллигент, которого не заводят только веселье. Райан это его братан, который хочет веселиться и грешить. Чистый интеллигент. Он чистый интеллигент. Гений чистой интеллигенции. Правильно подметила. Мы знали, что в нашем мире Райан хочет сбежать из Куба, чтобы освободить человечество от всего, что их сдерживает. Но из-за того, что я активировал этот кубик, система защиты, которая сдержала Райана, сломалась. Он мог выбраться сразу же. Но Адам успел разбить систему защитной части, взбавляя по всей вселенной, которую он создал. А, то есть как в Гарри Поттере Крис-Траш. Он Крис-Траш всем засунул в свою эту бузинную машину. Орлы, кстати, вот те, кто спят по пять часов. Я на стриме узнал, что вас оказывается много. У вас тоже чешется все, когда вы не спите пять часов? Просто я сегодня вот спал так вот, странно. Причем я даже не хотел спать, а проснулся в пять утра. Я думал, что может реально запустить стрим, где я бегаю. Но что-то я решил бегать по комнате и стримить не стал. Просто многие мои подписчики, как мне донесли, ожидают видос, где я бегаю в пять утра. Ну, вернее, даже не видос, а так называемый стрим. Но я не стал его делать, я лег спать. Ну, то есть я побегал, а потом лег спать. И, знаете, я спал. Вначале было тяжело. Еще у меня комары летают. Октябрь, сука, у меня комары в квартире. Это нормально? В октябре комары. Я буду покупать пластины от комаров. В октябре, сука, как будто лето. Может, это из-за отопления, конечно. Типа, они еще не все передохли. Надо записать, кстати, в список покупок. Потому что это одна из немногих вещей, которых мне в этой жизни не хватает. Так, пластины от комаров. Так, платины от комаров. Комария! И теперь мы должны собрать все части защиты, чтобы Райан не смог сбежать. Да, 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 защита. Все части презервативов. И сшить их вместе, чтобы сделать бычий пузырь. То есть в нашем мире тоже есть часть защиты Райану? Она нужна? А мы точно реальные? Девочка, у тебя, как и у каждого твоего предка, есть своя история жизни и имя. Я даже могу тебе показать. И у каждого человека, который ты встречаешь, то же самое. Я прописываю абсолютно все. Нифига, Адам, конечно, молодец. Представьте, мы живем в Матрице. Это отсылка на то, что Алексей, на самом деле, представитель рода всезнающих и всевидящих. И он так намекает нам, что мы все пацаны. И не только пацаны живем в Матрице. То есть мы матричные создания. Мы матричная сила. Если это так, почему Райан... Почему ты Райана не сотрешь? Или наш лагерь не защитишь? У меня работа режиссера только. Я просто наблюдаю и все. Так вот, ситуация понятная? Не совсем. Какую опасность представляет Райан? Ну, у него своя команда злодеев с суперными способностями. Если он найдет в этом мире пожилую зашитку, то сможет эту реальность коверкать как хочет. Слушай, страшно-то как, пизда, я боюсь. У меня аж попа зачесалась от страха. Пугать их не буду. Вася, что ты сразу не сказал? Я думал, Райан нас не найдет здесь. Девоньки, пожалуй, не паникуйте. Мы с ним сражались уже много лета, поэтому вас защитить мы в состоянии. Вася, Райан, облочите сейчас. Пойдите, смотри за двушками в центре Москвы, а я с Лехой пойду с ним побазарю. Кстати, мы почти прошли мод. То есть, я думаю, день пятый, а сегодня будет семь. Сейчас доступен только шестой. То есть, в принципе, я вот в какой-то момент хотел забросить мод. Вот так он вам понравился, что я решил, что раз мод так понравился, значит, будет до финал очка. Повествование от лица Василия Коржевникова. Вася, выходи, пока я вас всех тут не убил. Вот прикольно было бы позвать репетуры, или как зовут чувака, который озвучивает рейльница. Просто у меня проблемы, я не могу запомнить. Я здесь, Райан. Опа. Вася, мы два года не виделись уже. Как поживаешь, чел? Я заметил, что окружение исказилось без тебя. Только скучно было как-то? Скучно? Ну, теперь я тебя развеселю, чел. Твой друг хорошо меня повеселил. Так что, а что это, блядь, за друг? Вон в воде валяется, Райан. Может, обсудим за кружечкой пива? Так, подержите мое пиво, у меня обсуждение. Чего? Зачем нам драться за этот лагерь? Давай сядем там, балчику выпьем, балчику хряпнем. Все равно у нас на базе много частей, защита валяется. Ты за ними придешь, так и так. Как тебе такое, Илон Маск? Ммм, интересно. Но меня здешние дневули привлекают. И мне интересно, как они будут стонать от моего здорового болта. Хотя, знаешь, мне этот лагерь так и нравится, что я все сильнее. Хочу его себе забрать. Слушай, у меня в голове просто сейчас какие-то странные фантазии. У меня вот этот Райан Рейлинс превращается в Робби Злобного. У него тут вырастает нос, становится бих. И, в общем, короче, у меня в голове сейчас Робби Злобный. Кстати, если кто не знает, вот Лентяева, да, Робби Злобный, чувак умер от рака. Я знаю, вы сейчас, наверное, скажете, Евген, ну что за грусть? Что ты себе рассказываешь? Какие-то грустные вещи. Ну, ребят, ну это же Сэля Ви. То есть, типа, это жизнь. Кстати, а кто-нибудь говорит Сэля Ви? Это уже... Нет, слушай, на самом деле, Сэля Ви это уже такое. Как это назвать? Как, блин, правильно сказать? Сэля Ви это, ну, такое уже. Слушай, я пытаюсь подобрать слова. Клише, вот, так никто не говорит. Но раньше, я помню, в каждом фильме, сериале, вообще, где угодно, вот была эта фраза. Сэля Ви. А ты, так называемый, Вася, и ты проиграл, в общем, а ты, Вася, пять раз проиграл. Можешь отступишь, я тебе даже позволю девок забрать. Блин, нет, я не отступлю. Мы не отступим. Может быть, но мы же твоего, твоего должника-психиатра поймали. Я на него больше надежд не оставлял. Но он проиграл, а потом ты два года прятался. Конечно, твой психиатр мне знатно мозги поломал. Пришлось отходить. И ты уверен, что победишь меня? Конечно, я не просто так сидел два года. И вот эту игру я тебе точно не отдам. А ты уверен, что я сам не хочу сказать тебе то же самое? Чего? Для нас это обычная новелла. Но вы не видите то, что вижу я. Я вижу в этом произведении то, что я не видел уже много тысяч лет. Конечно, эта игра шедевр, но не настолько, как ты сказал. Не понял? Я не понял. Кирпич, ты что, быканул сейчас на лето? Игра не шедевр. Шедевр, конечно, бык, бык, блин. Кирпич, бык. Нет, нет, эту игру сделали люди. Этот мир уже Адам. И вот он уже и создал величайшее произведение. Адам создает миры с нуля. Ваши произведения нужны как вдохновение. Он прописывает абсолютно все. У него это получается хорошечно. Так как он не отвлекается на всякую ерунду, типа, веселье. Это не ерунда, блин. Вот, слушай, Адам это, видимо, мой папа. Просто мой папа тоже, ну, он как бы, не знаю, не понимает мое желание там тусить, кино ходить. Просто мой папа, он такой, как бы, вот только там, типа, работа, там, и все. Работа, решение каких-то бытовых проблем, все. Типа, все остальное, это, это уже не важно. И это не то, что напрягает меня, но просто, не знаю. Я не понимаю, как можно жить, если ты не развлекаешься. То есть, вы можете себе представить такое, что вот, типа, просто жить, ну, типа, просто вот жить и никак не развлекаться. По-моему, это, ну, ну, не то, что это странно, просто, как вам сказать, ну, типа, неудобно, что ли. Скучно. Зачем так жить? Это же скучно. Мой друг не справился, тогда я сделаю все сам. Вася, Райан один сейчас. Ты один? А, а ты думал, я с кем-то еще прискакал? Нет, я сам все сделаю. Ладно, иди сюда, бразь. Ой, что ты, ой, боже, о, Бози, что это происходит? Вася, ты как? Алиса, осторожно. Блядь, какая красивая девочка. Райан поднес ножку ее шеи. О, стало опасно. Отпусти ее. Нет. Он сейчас сделал порез. Райан, эти яйца оторву, хватит. Не двигайся. Знаешь, Вася, Алиса как-то негромко орет. Я вот в последнем аниме, которое ты не мог, не смог защитить. Там девочки так кричат, ты бы слышал этого, потому что они аниме, а не японцы. Здесь девочки не японки. Интересно, а в оригинальном Белл девочки бы громче кричали? Они же там более анимешные. Хотя, да, ты услышишь от Алисы, когда я буду убивать ее на твоих глазах. Вася, я не могу вам помочь сейчас. Постой, пьяный водитель, если ты здесь, как ты не можешь помочь? Я не понимаю, у меня мозг ломается. Я сейчас бомбить, так что? Я сейчас буду бомбить. У меня бомбит. Бомбит попа. Масло, масло, лишь бы не погасло. Масло. Вася, давай, давай, масло. Я отпущу вас с ней, масло. Хотя она такая красивая, масло лейна. Интересно, как она студит? Может, она трахнет жопу хуёв на 20 см, а тогда она так рать будет? Получай, козел. А, ну, пенсионер же обожает Алису. Пенсионер, блядь, как? Вася, это я только в пацанском лете был, тупой дебил. Но сейчас я не позволю навредить Алисе никому. Не понял, теперь бык на пацанское лето пошел? Леш, ты будешь боковать на все мои любимые моды или только на часть? Зря вы на меня обратили внимание. Чего? Знаешь, Вася, я знал, что... А куда Райан Рейлин делся? Он умер, что ли? Он говорит, ты сраил со мной или из Ады? Знаешь, Вася, я знал, что за сегодня мне не удастся победить. Но завтра я буду серьезнее. Этот лагерь я тебе так не оставлю. А шо-то было? Мой панер, слушай, у меня реально что-то сверкнуло на телевизоре. А не было какое-то странное. Слушай, почему там чувак какой-то в нацистской шляпе с надписью Н7? И что еще? И там чувак какой-то мамбл рэпер с цифрами на щеках. На работу же потом не возьму. Увидимся завтра. Села Райана испарилась. Это у столовой. Живо туда! То есть молния была оттуда. О, Боже! Посторонись, я у всех отсосу. Рядом стояла Ольга Дмитриевна с шокированным ебалом. Так что могло пойти не так? Казалось бы. Ольга, Ольга, Оленька! Она обратила на него внимание. Вася, а что произошло? Ты не видишь, Зоев произошел. Столовая была немного пустая, но пионеров пару десятков. Постой, то есть немножко пустая столовая. Всего-то минимум 20 человек. Немножко пустая столовая. Чего? Много раненых и погибших. Хотя они всего лишь NPC, но уж больно живые. Вася, Райан, думаю, не шутит. Пускай этот хуй плот. Хуй плот, Орлы. Понимаете? Хуя плот. Плот. Думаю, что он напугал нас. Но он уже побеждал нас. И это большой провал. Но если мы победим его сейчас, то окупим все наши неудачи. То есть ничего, что там чуваки умерли в столовой? А, ну ладно тогда. Поэтому мы поимеем Райана. Вася, нам надо вернуться в машину. А как же Алиса? Я отнесу ее в медпункт. Хорошо, мы тебя будем ждать. Казалось бы, трэш происходит далее. Повествование от лица Алексея Кисея Семенова. Виола, помогите. Что произошло? Ваша вчерашняя пьянка продолжилась? Ну, в каком-то смысле, да. Возможно, кстати, Райан, это была просто белочка. Так сказать, алкоголический приход. Кстати, кто не знал, алкоголь это один из самых сильных наркотиков на земле. Просто многие не знают этого. На самом деле, это... Если бы... Нет, тут посерьезнее. Дай посмотреть. Раны не очень, еще немного. И ее шею бы перерезали. Что произошло? Прямо шею, прям, знаешь, всю голову бы сняли. Но она поранилась где-то. Офигенно отмазалась. Ну, знаешь, поранилась. Чуть голову не снесла. Там полголова отрезана. Ну, на гвоздь упала сколько? 28 раз. Леша, это порез ножом на шее. Не делай с меня, дура. Я уже все знаю. Постань, если она все знает, зачем она спросила? Леша, где логика? Как? Адам рассказал. Так зачем она спрашивает тогда? Вот я этого, кстати, не понимаю. У нас на Стримов такой бывает. Ко мне о чем-то спрашивают. Типа, Евья, откуда у тебя игра? Потом пишут. А я знаю, откуда она. И просто у меня в голове мысль. Так, окей, ты знаешь, нахрен от спросил. А, да? Да, сказал мне все, чтобы я была в курсе. А, ну, ну, ну. Тут как бы уже куда деваться. Извини, но меня надо лечить других пенсионеров. Я пойду. А ты присматривай за ней. Постой, то есть она не будет лечить ее порез на шее? Офигенный врач у нас в лагере работает, конечно. Хорошо. Через пару нано-парсеков. Где я? В медпункте. И зачем я здесь? У меня только царапина. Ладно, Лех, спасибо, что составил компанию. Я пойду уже. А, то есть уже все нормально лечить не надо. Ну что, магия исцеления. Давай. Вася к машине пошел. Хорошо. Повествование от лица Василия Радонежского. Кто там? Это. Заходи. Короны вирс. Миздец. Музыка из Гарри Поттера. Ну что ж, думаю, пора обсудить нашу проблему. Конечно, нас нашел Рая, но не только в этом проблема. Он еще загорелся идеей захватить этот мир. И загорелся по-серьезному. Надо будет организовать хороший план. Во-первых, надо понять, каких он своих должников возьмет. Парни, как бы это наш лагерь хотят захватить. Поэтому и мы должны знать всю ситуацию. Славя, ты давно здесь? Только зашла. Ну, может, объясните все? Ну, как бы, ладно. Райан Феникс. Он демон. Его сила очень бих. Но он не знает, как ей пользоваться. Поэтому он не делится с кем-то. Чтобы другие пользовались так, как они хотят. То есть, постой. Он не знает, как пользоваться силой сам. Но может ей поделиться. То есть, он знает, как ей пользоваться. Леша, это противоречит самой себе. Сюжет слишком сложный. Мы их называем должниками. Почему? Как бы его способности не бесплатные. За их он просит большую сумму денег. А неукоткой суммы нету. Он дает свои силы в долг. Так, постой. То есть, он дает свою силу в... Сложно. Или написано хреново. Если ты становишься, что ты ему должен, то ты попадаешь ему в карман. И он может с тобой воспользоваться, когда захочет, так как ты ему должен. И много у него должников. Их много. И он не пользуется всеми. Так как битва очень сильно кончится тогда. Постой, битву очень... Что? Что я только что прочитал? Битва очень быстро кончится тогда. Окей. Да и главный злодей Использует свои, как возможно, на максимум. Почему? Ну, потому что так неинтересно. На самом деле, гениальный сюжетный поворот. Зачем? Вот как у Марвел или как в фильмах придумывать какую-то серьезную, сложную мотивацию. Ну, потому что... Зачем? Зачем, если можно все упростить? Ну, этот лагерь находится очень глубоко в вселенной Адама. И сюда добраться очень сложно. Я сам я или добрался? Ну, я бы так не сказал. По-моему, достаточно легко. И... Сюда никто не должен забраться, кроме своего Раяна. Так как все душеньки занимались поиском тебя, и сейчас очень далеко. Странно. Один он сюда точно не пойдет, раз ему этот лагерь так сильно нужен. Может, у него кто-то рядом есть под рукой? У нас везет нас предатель! Водитель, подготовка оставляю на тебя. А ты куда собрал? Прогуляюсь и бухну. Эта ситуация меня истощила сильно. Ну да, слушай, в любой сложной ситуации нужно бухнуть. Логично. Раз такое дело, пойду Лену навещу. Ага, иди выбей ее. Вот это гениальная фраза. Вот иногда, слушай, вот, Леша, иногда написано все очень плохо, но иногда очень хорошо. Вася, меня не только это не стоит, тем более она чуть с ума не саша, беспокоюсь за нее, болтай больше. Мы же помним, это вчера было, поэтому можешь не стесняться. Давай, иди уже. Водителю осталось водяра. Шучу, там литров десяток осталось. Я думал, ты все выжил. Со мной девушка без ее обидеть и не стал бы. Поверь. Водитель кинул бутылку Вася. Пьяная бутылочка. Крылеварочка моя. Ненаглядная. СПС тебе. Чел ты. Вася, ты куда я сейчас пойду? Пиздец, корона. Я как бы сейчас. А чего, даже не знаю, что лечить. Носыня. Или каши. Потому что каши у меня вроде как самого по себе нету, над носом идет. А то, что у меня крылеварочка. Я вчера Славе не успел нормально так виебать. А если сейчас у меня Тунти, может все же? Так, пойти со Славе, пойти искать Алису. Ну, нашему видео нужен контент. Кстати, по-моему, вообще это музыка из Наруто, но я не уверен. Просто там мотив есть один, который есть только в Наруто. Такой тип флейты японской. Так, пойти со Славе. Ну, давай. Ладно, пошли прогуляемся, куда хочешь. Ну, не знаю, вся эта информация мне нереально голову забила. Хочу расслабиться немного. Ясно, хочет ебаться? Давай пойдем к озеру. А ебаться на озере? Давай к озеру. А почему не на пляж? Там народу много будет. Я хочу одной побыть с тобой. Одной побыть с тобой. Ну да, да, да. Меня это немного смущает. Водитель, еще на с озера в лесу. Слушай, почему это тебя смущает? То есть у вас был сколько там? Тройник, квартет. Я уже забыл, сколько там тянок было. Какую оргию мы устроили. Маш, вот в этой комнате, как я понимаю. Не, ну комната как бы с мыкой и диванчик. Идеально. Можно устраивать оргию каждый час. Водитель, еще на с озера в лесу. К лесной тропе мы шли молча. Скажи, Вася, а что сказать-то? Если наш мир не единственный, значит есть и другие миры. Ну да. И другие девушки у тебя тоже есть? Вася остановился. Скажу честно, кроме вас в этом лагере. Меня никто так сильно не привлекает сейчас. Правда? Ну и существует же намного лучше нас. Да ты заебала, нет никого лучше тебя. Да, господи. Сколько можно? Вот всегда так, слушай, с тянки это всегда так думают, что типа вот есть кто-то лучше, чем она. Это просто жиза, слушай. Это вот это, вот это true story, бро. Это как бы real talk, think about it. Нет, вы роднее как-то для меня. Поэтому я больше квас чувства испытываю. Больше квас, слушай, больше кваса испытываю. Понятно, меня это радует. Мы скоро подойдем. А, ну давай, знакомое место. Ага. Погоди-ка, они тут ли... О-о-о-о! Вася посмотрел на Славя, она начала раздеваться. Ох, опять контентище пошло. Слушай, у нас уже было это в ранних сериях. Леша, ты начинаешь повторяться. Может быть, пора сократить мод. Ну просто, ты начинаешь повторяться. Блядь, тут же Славя голый любит купаться. А то я хотел это сказать, но я лишь предполагал. Я не был уверен. Ты что это делаешь? Да что ты делаешь? А ты не видишь? О-о-о, цензурец! Придется цензурить комментарии, Орлы. Спасибо за комментариями. Если бы их не было, я бы не смог зацензурить картинку. О, Славя раздеваюсь полностью. Не-не-не-не-не, я просто хотел искупаться с тобой, а не это. Ну давай тогда так искупаемся, и ничего не будет больше. Блин, твое голое тело вообще-то меня возбуждает сильно. Ну и что? Я же раздеваюсь, и меня это не смущает. Тем более, я помню, что было вчера. Ты помнишь? Да. Ладно, говорю, только искупаемся, и ничего больше. Вася тоже раздел Орлик. А мне что? Я и так голый. Хватит пялиться, давай купаться. Давай. О, и мы погрузились в картину с водой. Как-то мне не по себе находиться в воде рядом с голой двушкой. А если бы это была русалка, тебе норма была? Хотя да, у нее, ну, русалка, как бы у нее там, вы поняли. Вася, да. Почему ты меня не любишь, а любишь Алису? Славя, пойми, Алиса другая просто. Постойте, так Алису любит Леша, или он любит Лену? Я запутался, кто, блин, Алису любит? Почему все хотят вот с Алисой? Я не понимаю, почему Алиса самый такой, многие любят. Именно Алису. Мне кажется, Алиса нравится многим парням, потому что они хотят, чтобы рядом с ним была сильная, независимая женщина, которая, если что, может дать пизды обидчику. Мне кажется, в этом дело. А мне вот как раз такое не нравится. Мне нравится, мне нравится Славянка, или, допустим, Ольга Дмитриянка. Славя, пойми, Алиса другая просто. Но ты же все руты проходил и был с нами со всеми. Неужели Алиса лучше всех? Постой, как она, откуда она знает про руты? Пробитие четвертой стены. Райан Рейлинс, приди. А ведь и правда, вначале я не обращал внимания на Славянку, и за эти дни я знал ее получше. Может быть, не обращал внимания, но выебыл дважды. Ну, потому что почему бы и нет. Знаешь, мне уже холодно. Давай выйдем отсюда, у меня пися сжалась. Давай, поставь, а почему она снова одета? Леша, почему такая непоследовательность? Она, типа, под водой переобулась? Слушай, а переобувается чаще, чем я. Славя, а я вспомню, у меня дела есть. Я пойду сейчас на слово голая будет, да? Я угадал? Ладно, иди, я одна побуду. Вась, ушла, она обиделась, что ли? Опять, что ли, дрочить мне? Видимо, да. Вася открыл бутыль и начал бухать с горла. Эй, дебил, ты чего это без меня пьешь тут, а? Алиса, а что ты не в медпункте? Какой медпункт? Всего лишь царапина. А, кстати, где она? Мог бы нарисовать в фотошопе по-быстрому, там, наложить, знаешь, на ПНГ. Дай сюда. Алиса схватила у Васи бутыль. Аккуратнее, ты чего это делаешь? Вася, мы вчера жестко тусили, я хочу еще, тем более меня чуть не убили. Ой, чувствую, опять, как сцена сейчас поедет. Вась, хватит тормозить, пошли на пляж уже. Хорошо, я иду уже. Чувак, ты уже был в озере, ты теперь на пляж пойдешь, жесть. У тебя же, я не знаю, я бы уже устал просто от этих постоянных, знаешь, что я просто такой, знаешь, человек для всех. То есть я постоянно куда-то занырнуть пытаюсь. И что мы будем делать? Алиса начала раздевать. И ты туда же, твою мать! И ты туда же, твою мать!